Рыбное хозяйство находится на технологическом канале Назаровской Агресс. То есть вода из реки Чулым проходит технологический цикл, нагревается и выходит уже теплая. Японский карп, сом и осетр – как работает одно из старейших в крае рыбоводческих хозяйств. Вообще-то я поступала, сначала на бухучет шла в строительную технику, ну а потом поняла, что это не мое. Она на весь район одна такая. Почему женщина стала трактористом и как справляется с техникой? Поскольку у нас слабая материально-техническая база, то у нас был единственный выход – это выход на работодателя. Почему без такого образования не получится подготовить специалистов для сельского хозяйства? Вот такие красавцы водятся в Назаровском районе. Это японский карп Коя, выращенный, правда, в условиях рыбного хозяйства. В этом экземпляре около 7 килограммов. Чтобы он стал таким, нужно 10 лет. Но зато за один нерест дает миллион икринок. Таких крупных золотистых держат именно для икры. Материал от них потом попадает в инкубационный цех, который тоже находится на территории рыбного хозяйства. Нерест проходит в специальных ваннах. Создаем условия для нереста каждой рыбе. У нас есть график определенный. Значит, по графику, по определенный сезон, определенной рыбе мы создаем условия. Инкубируем икру, потом молодняк подращиваем. И что-то выпускаем в пруды, что-то подращиваем здесь. Из прудов и уже подращенную рыбку мы выпускаем садки на садковом участке. У каждой рыбы свой процесс. У какой-то рыбы сложный, у какой-то менее простой. У карпа Константина, наверное, самый простой, да? Самый сложный, наверное, это осетра. Потому что приходится создавать зимние условия для рыбы. То есть она отсиживается, думая, что зима. И потом наши специалисты поднимают температуру воды. И с определенными лекарствами ей стимулируют рыбу. И она начинает метать и кровь. Но не без помощи, конечно, наших специалистов. Потоки температуры воды контролируются с помощью специальных приборов. С помощью этих приборов регулируется температура воды в бассейнах. То есть вот у нас бывает, например, на нересте сразу несколько видов рыб. Для каждого нужна определенная температура воды. Вот с этого шкафчика с приборами, которые когда-то сделали местные кулибины, происходит регулировка температуры. У карпа от икринки до личинки проходит от одной до двух недель. Потом их выпускают в специальные пруды, которые уже находятся на улице. Пока они пустые, но совсем скоро их наполнят водой. В которой до малька весом 1 грамм личинка будет расти полтора-два месяца. Запускаем эти пруды, наливаем воду и сюда эту всю личинку помещаем до августа месяца. В августе месяце мы уже подрочного малька отлавливаем, пересаживаем в садки на садковом хозяйстве. Есть специальные приспособления в конце прудов. Когда вода уходит, ставится металлическую емкость, несколько кубов емкость, туда ставится каркас с сеткой. Прямо туда вода, этот каркас с сеткой попадает, малек остается там, вода уходит. И мы с этой сетки потом достаем малька подручного. Сейчас в рыбном хозяйстве 7 линий по 64 садка в каждой. В одном можно выращивать до 2 тонн карпа, а всего на ферму 1000 тонн. Только до товарного веса рыба растет около 2 лет. Рыбное хозяйство находится на технологическом канале Назаровской Агресс. То есть вода из реки Чулым проходит технологический цикл, нагревается и выходит уже теплый перепад, где-то достигает до 10 градусов. Кроме карпа, нескольких видов тут выращиваются сомы, осетр, стерлядь и форель. Однако по последнему виду рыб работа сезонная, только с осени по весну. За это время она успевает вырасти со 150 граммов до 1,5-2 килограммов. В конце сентября, начале октября мы завозим сюда рыбопосадочный материал. Растет она с октября по апрель. Завозим на веской от 150 до 200 грамм. Мы выращиваем где-то около 40 тонн. Плюс завозим рыбу где-то около 700-800 грамм, для того, чтобы подрастить ее к Новому году. И перед Новым годом уже начинать продавать в живом виде. Высокие температуры не позволяют и летом переживать данные высокие температуры. Поэтому мы ее морозим весной, а летом выращиваем карпа, сомика, осетра, стерлядь. Для того, чтобы была не только теплая вода, но и прохладная, в этом хозяйстве есть еще один водоем. В этом озере вода прогревается до 25 градусов. Обычно используем для того, чтобы передерживать рыбу для покупателей. То есть нам заявка приходит на живую рыбу, мы с садков, с теплой воды эту рыбу вылавливаем и передерживаем в этом водоеме. Понижаем температуру, она потом при транспортировке себя хорошо чувствует. Чтобы рыба хорошо росла и набирала вес, нужны специальные корма. Сейчас они закупаются на западе России, а для форели – за рубежом. Когда у нас вагоны разгружают, все корма загружают в эти емкости. Потом с той стороны подходят трактора кормораздатчики и развозят через весы корма по всем линиям. Засыпают в кормушке. Автоматизировано все. В каждой кормушке имеются маятники. Рыба, когда подрастает, начинает эти маятники, когда хочет скушать, двигать. Сейчас двигают маятники и корм сыпется. Но вот сейчас мы берем то, что в Твери эти корма идут у нас на осетра, на карпа и на сома. Для форели мы используем французский корма скритинг. В рыбоводстве есть такое понятие, как кормовой коэффициент. Чем он выше, тем ниже стоимость рыбы. То есть, соответственно, у форели вот эти французские корма, у них кормовой коэффициент где-то 1,1,2. Это на килограмм 200 корма, килограмм привесок по рыбе. Ну и, соответственно, они еще и по качеству очень хорошие. На закупку качественных кормов для рыбы хозяйство получило субсидию от Министерства сельского хозяйства края. За прошлый год сумма получилась внушительная – около 7 миллионов 300 тысяч рублей. Получаем мы субсидию по факту возмещения затрат на покупку кормов. 30% составляет субсидии. Очень нам сильно помогает. Вот в плане развития, конечно, эти деньги нам очень были необходимы. Мы заключаем договор, нам поставляют корма, мы их скармливаем. Потом собираем пакет документов, и нам возвращается 30% от наших затрат по кормам. Рыбное хозяйство возле Назаровской ГРЭС работает с 1982 года. Тогда производили 600 тонн рыбы. Сейчас объемы примерно в три раза меньше по сравнению с советским периодом. Раньше принцип был такой – кому надо, тот приедет. Сейчас времена изменились, торговля вся изменилась. Нужно продукцию свою доставлять покупателям и отдавать в руки. Собственно, мы сейчас в плане реализации занимаемся очень плотно. Рынком города Назара нам не выжить, поэтому мы настроены реализовать свою продукцию в Красноярске для начала. По логистике все проработаем в ближайшее время, а потом уже и в ближайшие регионы. Самая большая проблема – это реализация. То есть в плане производства у нас все проблемы решены. Любой объем мы можем поднять в пределах заявленных мощностей. Самая большая проблема – это реализация. В данный момент мы расширяем номенклатуру рыбной продукции. То есть вы видели, у нас сейчас появилась коя, амур, которые в следующем году у нас достигнут товарного вида, товарной массы. То есть у нас будет около пяти видов рыб, семи даже, если иметь в виду осетра и стерлядь. В ближайшее время в хозяйстве планируют обновить технику и прежде всего приобрести специальную машину, чтобы доставлять живую рыбу на дальнее расстояние. И в дальнейшем возможно выйти на былые объемы производства. В ближайшие два года на поддержку фермерских хозяйств и развитие кооперативов в Красноярском крае будет выделено 129,5 миллионов рублей. 123 из них – это средства федерального проекта – создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. Часть национального проекта – малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Власти предполагают, что эти меры позволят увеличить и уровень занятости населения, привлечь в сельское хозяйство свежие силы и в первую очередь молодежь. Уже в этом году по результатам этой программы количество предпринимателей должно составить 54 человека. Также средства господдержки получит один кооператив. В Красноярском крае с 2012 по 2018 год реализованы крупные инвестиционные проекты в свиноводстве и молочном животноводстве на общую сумму около 10 миллиардов рублей. В результате начала работы четырех из них создано более 950 новых рабочих мест в сельской местности. Только благодаря запуску свиноводческого предприятия в Большимуртинском районе трудоустроены 736 человек. Также рабочие места созданы в Сухобузимском, Назаровском и Каннском районах. На сегодня в крае продолжается реализация 21 проекта с общим объемом инвестиций около 7 миллиардов рублей. Давай, включай! Очередную порцию пшеницы загружают в пассивной комплекс. Сейчас самая горячая пора. Ничего необычного на поле нет, кроме самого механизатора. Это Алена. Она единственная на весь Назаровский район женщина, которая играючи обращается с сельхозтехникой. В нашем районе 3800 человек. Среди них 1257, хочу уточнить, это женщины. Но женщина-тракторист, только Елена Николаевна. Она одна, единственная. Значит, трудится она уже 13-14 год в должности тракториста. Хотелось бы сказать, что любого мужчину может победить в этом деле. Обычная Алена на тракторе завозит на поля удобрения или проводит химпрополку. Но сегодня она в роли подмастерия у передовика производства. Женщина хоть и опытный водитель сельхозагрегатов, но за рулем этого кировца оказалась впервые. В такую мужскую профессию Алена пришла почти случайно. Вообще-то я поступала сначала на бухучет, шла в строительный техникум. Ну а потом поняла, что это не мое. Как бы я это и в детстве там делала, ну когда лет мне там 10 было, с отцом каталась, с братьями ездила. Мне это нравится. Просто нравится. Возиться с металлом, с железяками. Если сначала коллеги-мужчины не воспринимали женщину всерьез, то сейчас Алена лучший советник и товарищ. И глядинское хозяйство представить без ее сильной женской руки уже нельзя. Единственное в Назаровском районе женщина-тракторист на поле находится не так много. Ведь посевная, затем и уборочная – это сезонный труд. Основная работа производится уже в другом месте. И там каждая минута на счету. Старенький белорус только Алене и подчиняется. Она и ремонтирует технику сама, и другим помогает. Утром и вечером дел не в проворот. Алена отвечает за стадо молодняка почти в тысячу голов. За телятами и убрать нужно, и накормить до сыта. У нее нет даже выходных, как у девчонки. Потому что людей маловато. И она у нас одна справляется со многими делами. Остальным мужчинам должно быть стыдно. Очень стыдно. Потому что она многим нос утрет. По ремонту даже этих тракторов. Некоторые мужчины даже не понимают. Она даже им подсказывает и сама кричит на них, что вот так надо делать. Привезти сначала сено, затем сменить прицеп на дробленку. С трудной работой даже не каждый мужчина справится. Дома тоже большое хозяйство. И быки, и свиньи. Но никогда эта сельская жительница не теряет оптимизма и силы духа. Я здесь родилась. В школе здесь отучилась. Родители у меня тут живут. Братья работали тут в совхозе. Ну и я так решила. Не нравится мне город. Не могу я в городе находиться. Накаляет эта атмосфера вся. Машины, пыль. Здесь свежий воздух. К слову, во всем нашем крае всего 19 женщин-трактористов. И это почти из 4 тысяч их коллег-мужчин. Профессия непростая. Но Алена своим примером доказала, всего можно добиться, если захотеть и уметь работать. Модель дуального обучения по сельскохозяйственному направлению. Опыт ранней профориентации школьников. И вопрос целевой подготовки будущих аграриев. Что необходимо сделать, чтобы вырастить и удержать на селе специалистов. Эти вопросы на юге Красноярского края обсудили депутаты комитета по делам села и агропромышленной политики. И представители Министерства сельского хозяйства. Создаем 3D-модель фигуры. Переобразуем ее в G-код. И после чего изготавливаем. Современные оборудования, интерактивные доски, компьютерные тренажерные комплексы. Такому оснащению сельского техникума могли бы позавидовать многие учебные заведения краевого центра. Впрочем, рассказывает директор образовательного учреждения, так здесь было не всегда. В какой-то момент педагогический коллектив осознал, на существующий на тот период базе качественно подготовить специалистов практически невозможно. Выход нашли в дуальном обучении. Теперь растить профессионалов техникуму помогают сами работодатели. Работодателями ставится задача трудоустроить выпускника профессионально подготовленного. При такой, при традиционной форме обучения не всегда это возможно. То есть есть какие-то наработанные методики, которые устарели. И поэтому задача была педагогического коллектива пересмотреть образовательную программу, пересмотреть подходы к обучению. И в конце концов мы пришли вот к такой форме. Поскольку у нас слабая материально-техническая база, то у нас был единственный выход. Это выход на работодателя, на его площади, на его производственные площади, на его технику высокотехнологичную. Поэтому наша образовательная программа переработана с таким учетом 40% учебного времени в стенах техникума и 60% осваивается на площадях работодателей. Качество образования в итоге с 30% здесь выросло до 80%. Сейчас в техникуме обучается 462 человека. Молодых людей готовят по ряду специальностей. Тракторист-машинист, повар-кондитер, портной, продавец-кассир и другие. В том, что большинство выпускников гарантированно получат рабочие места, преподаватели не сомневаются. Соглашаются с этим и специалисты аграрного сектора. У нас ежегодно из агропромышленного комплекса района уходят на пенсию 25 механизаторов. Производительность или, как скажем, техникума, который выпускает ребят-механизаторов, 75 человек. Но у нас три филиала. Краснотуранский основной, Идринский и Анашин. То есть у всех поровну. То есть наша доля 25. Смотрите, 25 ушло, 25 может остаться у нас, то есть замена. Это очень хорошее подспорье. Они у нас во всех цехах помогают нам, учатся, задают вопросы очень любознательные. И вот, что характерно, сейчас в этом году первый выпуск наш техникум сделал, молочникам. И хотелось бы, чтобы все дети были востребованы в Красноярском крае. А это уже Минусинский молокоперерабатывающий завод. На юге края это предприятие как раз и стало одним из тех работодателей, кто начал сотрудничать с образовательными учреждениями. Выгода обоюдная, говорят представители компании. Учащиеся получают не только теоретические, но и практические знания. А предприятие потенциальных профессиональных работников. К нам приходят дети, и они нам помогают на практику. Потом они обучаются. Наши мастера и наши инженерно-технические работники преподают им. Вот сейчас у нас ходит группа 18 человек. Сейчас они проходят маслоделие. Завтра сыроделие. Вот так вот по группам они обучаются. Это очень хорошо. Ну и вот в этом году первый выпуск этих ребятишек, мы их отслеживали все три года. Мы лучшим отличникам платили стипендию. Кроме того, что они в техникуме получали, мы им доплачивали от своего завода. Они нам приносили свои зачетки. И мы вот таким образом готовили лучших из лучших. И они к нам придут. Работа ведется и со стороны Министерства сельского хозяйства. Так, на совершенствование материально-технической базы учебных заведений в этом году выделено 60 миллионов рублей. Подготовка специалистов сейчас одна из приоритетных задач. Ведь технологии постоянно совершенствуются. Техника тоже поступает новая. И нужны люди, которые смогут на ней работать. Работа со стороны Министерства ведется именно по привлечению сегодня заинтересованности бизнеса, именно который сегодня ведет обеспечение в части материально-технического обеспечения тех же средств защиты, минеральных удобрений, значит, сельскохозяйственной техники. На базе аграрного университета у нас уже несколько лабораторий. Со стороны их, значит, проведена работа и оборудованы с укомплектованием там макетных, значит, дел и так далее. Также с их стороны выделены средства и приобретено оборудование по части, значит, подготовки агрономов по квалификации именно в части, значит, средств схемизации. Такое сотрудничество надо развивать и в других сельскохозяйственных техникумах, рассуждают участники выездного заседания. Ведь средств для приобретения современного оборудования для подготовки востребованных специальностей не хватает во многих учебных заведениях. Именно поэтому связка предприятий и образовательных учреждений позволит выйти в профтехобразованию на новый уровень. Впрочем, начинать ориентировать ребят нужно уже со школьной скамьи. А еще стоит задуматься о поддержке индивидуального целевого обучения, но с определенным условием. Мы должны все-таки заострить ответственность, что человек, который прошел по этой, так сказать, кругу, получил диплом, он должен все-таки понять, что он должен отработать, ну, там, сует, так сказать, те затраты, которые ему, так сказать, предоставили, да, и те возможности. А затем он должен, если у него там какие-то уже мажорные обстоятельства, это одно, а если он уже там по собственной инициативе, он должен компенсировать. То есть вот тут должна быть тоже ответственность. Без финансовой поддержки здесь, конечно, не обойтись, приходят к выводу участники выездного заседания. Но работа должна быть системной, и депутатский корпус готов принимать в ней самое активное участие.